Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Так уж получилось, что материал, который я записывал с утра, каким-то магическим образом похерился, поэтому сейчас буду перезаписывать. Совсем кратко, совсем по делу. Разберем с вами, какие у нас перспективы движения крипторынка. Соответственно, разберем сегодня Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, Lumen. Давайте, соответственно, сразу, чтобы сильно не затягивать, потому что не хочу сейчас еще четыре часа монтировать и не пойму, во сколько выкладывать данный ролик. Сразу добро пожаловать на график. Давайте посмотрим локально, среднесрочную, глобальную ситуацию и, соответственно, будем определяться по движениям. Ладно, давайте с вами смотреть, соответственно, чего нам стоит ожидать от всей этой ситуации. Давайте для начала с вами поставим четыре часа. На четырех часах мы с вами можем наблюдать два ярко выраженных канала. Первый канал, соответственно, это среднесрочный канал, явный боковик без каких-то тенденций выхода из него. И второй канал, который мы с вами можем наблюдать, это вот текущий локальный канал. Тоже в рамках его стоим. Сопротивление у канала 8400, не 8500, 8400. Сопротивление, поддержка находится на уровне 7800 плюс-минус. Блин, так обидно, эфир полетел. Вот, блин, прогнозировал его рост. Ладушки. Смотрим дальше. Данная поддержка удерживается, но мы должны учитывать, что здесь консолидация. На консолидации, как правило, мы что получаем? Правильно, снос сквизами лонгистов. Вероятнее всего, здесь будут какие-то сквизы, но глубже уровня 8500, 8100 я не рассматриваю данные сквизы, несмотря на потенциал в 7800. То есть вы должны понимать, что потенциал движения 7800, но маловероятно, что здесь сквизы будут ниже. Здесь, вероятнее всего, мы с вами пойдем сквиз и тест уровня 8400, где-то вот так вот. По крайней мере, за уровень 8250 мы локально уже, вероятнее всего, будем уходить. Если рассматривать ситуацию более среднесрочно, то исключительно от каналов, то есть от границ уровня, от границ канала. Будем смотреть, что здесь стоит ожидать. В данном сетапе пока сложно сказать, что будет какое-то движение сюда или будет какое-то движение еще ниже. Здесь что поддержка довольно сильная, что сопротивление. И непосредственно у самих поддержек, как будет себя проявлять покупатель или продавец, есть смысл, соответственно, что-то прогнозировать. Так, сейчас расскажу про эфир Ripple Lumen, но вначале пару слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска – это мобильный криптовалютный кошелек VexBlock. Я уже задал короткий пин-код, давайте перейдем в само приложение. Так как данный кошелек привязан к сим-карте, пользователи приложения более чем в 180 странах могут обмениваться своей криптовалютой через смски. Также в данном приложении есть раздел инвестиций, у VexBlock есть TradingBot и ProofofStakeMining. Соответственно, замораживая средства на 30 дней, вы можете получить какой-то процент. Они не обещают каких-то заоблачных процентов, но в любом случае вы должны понимать, что риск есть. Более подробно о том, что предлагает эта компания, вы можете почитать во вкладке товар. Здесь есть и аппаратный кошелек, который они планируют выпускать, и карты. Также рассказывают про своего бота и, соответственно, про то, как у них работает постмайнинг. Данное приложение довольно простое, но с большими амбициями. Ссылку на скачивание в AppStory и в Google Play вы найдете в описании. Также в описании вы найдете реферальный код, по которому вы сможете зарегистрироваться. Но мы с вами продолжаем. По эфириуму ситуация у нас обновилась. Я, соответственно, ожидал отскок отсюда. Отскок получили. Объясню, почему ожидал отскок и что стоит ожидать в дальнейшем. Эфир у нас показывает с вами явный восходящий тренд. Все фракталы явно указывают на то, что у нас трендовое движение, соответственно, лаи выше предыдущих, хаи выше предыдущих. Никаких намеков на преломление. Ну, да, я вот прям тут давал прогноз, когда записывал и не записался. Я могу даже вставку. У меня есть часть видео, чтобы вы мне там верили, чтобы не думали, что я там фантазирую. Я прям вставлю. Хотел бы тут начать с эфириума. Эфириуму довольно неплохая ситуация. Мы наблюдаем с вами среднесрочный, довольно неплохой восходящий тренд. Причем данный тренд идет чисто вдоль трендовых. И пока что никаких предпосылок на преломление данной трендовой нет. Плюс здесь мы должны с вами отметить тот момент, что у нас на уровне 165 долларов довольно неплохой покупатель. Там стоит неплохая защита. Плюс, в принципе, этот уровень и среднесрочный, и глобальный является довольно неплохим. И здесь локально можно сказать, что действительно целью эфириума – это пробой 184 долларов. Ладно, думаю, этого больше, чем достаточно. Смотрите, соответственно, здесь стоит ожидать движения внутри канала. Думаю, данные сопротивления – это не сильная проблема будет для подобных движений, учитывая, что сейчас у нас довольно неплохой покупатель. И все-таки, если рассмотреть более среднесрочно, то потенциал движения за 185. Все это классно. И здесь бы я сказал, что здесь отличная точка входа, если бы не было бы одно «но». Эфир у нас не отдельный актив. И действительно, здесь сейчас очень многое зависит от биткоина. Поэтому все-таки основное внимание должно уходить на биткоин. И рассматривать здесь точку входа довольно опасненько. Также еще обязательно досмотрели до конца, я довольно важные соображения вам дам по биткоину, как он может пойти глобально. Такс. Соответственно, если использовать теханализ, учитывая, что у нас хорошие поддержки, хорошие объемы, ожидаю его за 185. Что касается по Ripple, довольно многие люди за него переживают. Я в том числе и переживаю, но вынужден вас расстроить. Ripple у нас показывает четкий боковик. Четкий боковик у сопротивления. Сопротивление тестит. Да, классно, что тестит сопротивление. Но все же принимать решение по выходу с актива или, соответственно, по удержанию позиций есть смысл только с 26,5 центов, 27 центов. До тех пор никаких вообще принимать здесь решений нет смысла. То, что у Ripple есть покупатели поддержки хорошие, да, определенно. Также мы должны абсолютно не забывать, по какому принципу у нас любит двигаться этот актив. То есть он у нас частенько ловит, оп, частенько ловит поддержку и дальше дает какие пампы. Сколько здесь? 75-80 центов. И опять, то есть поймал какую-то консолидацию памп, консолидация пампа. Даже не консолидация, а у дна стоит, стоит у дна памп, стоит у дна памп. И это очень такие привычные движения для этого актива. Поэтому, находясь здесь вот сейчас, надо очень аккуратно распоряжаться своей позиции, потому что действительно можно поймать памп, хоть вообще движением до 40. Причем я хотел бы обратить ваше внимание, что до уровня 32 центов, ну, толком сопротивлений нету никаких. То есть его могут как из рогатки запыльнуть вверх. Но какие-то принимают решения исключительно от уровня 26,5-27 центов. Что касается Stellar Lumina. У Stellar Lumina похожая ситуация, как по реплу. Единственное, здесь немножечко уровень у нас уходит. Уровень у нас уходит с вами. Ну, вот канал, соответственно, ну, идеально, конечно, 7 центов. То есть вот от 7 центов с такой поддержкой, с таким покупателем, очень вероятно, что мы туда пойдем. Вероятность высокая. И здесь надо будет решать по продавцу. То есть если продавец будет сильный, надо будет тоже фиксироваться. Если все-таки покупатель будет преобладать, мы с вами сможем наблюдать движение, ну, как минимум до этого хая. То есть если посмотреть это более глобально, это будет как сквиз некий. Но все же я рассматриваю движение под 15, под 16. Я думаю, здесь очень вероятно это. Потому что объемы здесь хорошие, покупатель хорошие, поддержки хорошие. Я не думаю, что здесь будет какая-то сверхглубокая коррекция. Теперь довольно важный момент. Момент по глобальной ситуации биткоина. Мы с вами должны понимать, что сейчас есть, если рассматривать его на недельках, потому что закрытие сейчас недельных свечей, это довольно важно. У нас с вами две формации за рост и одна формация за продолжение падения. Резкое сейчас продолжение падения очень маловероятно. Но есть такая формация. Формация это если мы будем стоять сейчас в текущих уровнях, закроем эту недельку, на следующей недельке тоже будем стоять в текущих уровнях. Вероятнее всего здесь мы пойдем на донабор ликвида. И донабор ликвида у нас с вами будет вплоть до 6500, до 6500, 6500-7000 долларов. Можем пойти до этого уровня. Форматы на рост. Форматы на рост это закрытие недельки выше или в уровне 8600. Либо, соответственно, закрытие недельки 9100, это поглощение падения. Соответственно, у нас с вами будет показан ложный пробой. Дальше можно будет ожидать очень резких восходящих движений. Если же у нас будет закрытие там 8500-8600, это будет более такой плавный рост, но в рамках глобального аптренда. Продолжение боковика 7800-8400, конечно, не очень хорошая ситуация техническая для биткоина. И будем смотреть, как это будет все закрываться. По крайней мере, надо еще оценивать, как себя ведет покупатель у ключевых уровней. На данный момент я хочу отметить, что рынок действительно довольно неплохо выглядит. Появилась волатильность, появились объемы. Но это явно не такие проторговки, как на 10-11 тысяч, когда торговались раз в час боты. Сейчас реально есть здоровый, живой покупатель, здоровый, живой продавец. И на самом деле локальные движения сейчас можно ловить. Ну, в принципе, как я довольно немало даю правильных локальных прогнозов. Также напоминаю вам то, что у меня есть группа с ежедневными обзорами, где я ежедневно работаю с аудиторией. Ссылку на нее вы можете найти в описании. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего самого наилучшего. Лайк, подписка, комментарии. Работаем.